Доброе время суток, дорогие друзья! Рады снова видеть вас в эфире программы «В центре внимания». Спасибо вам за ваши молитвы и поддержку. Мы продолжаем искать успешных людей, которые искренне признают, что жизненный успех подарил им сам Господь. Как-то наткнулся на очень интересную мысль. Большинство из нас становится родителем, еще не перестав быть детьми. С нами в гостях отец троих детей. Также Сергей является основателем и руководителем организации «Мы Плюс», организации, которая сейчас действует в двух странах и почти в 25 городах. Знакомьтесь, Сергей Семенюк. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Спасибо вам, что вы приехали к нам аж из Луцка. Хотим сегодня познакомить вас с нашим телезрителем, хотим рассказать о вашей интересной и увлекательной жизни. Для начала расскажите, откуда у вас три ребенка, когда вам всего лишь 33 года. Спасибо за хороший вопрос. Когда я только познакомился со своей женой, это было в Америке, мы даже не имели никакого намека, что мы когда-то станем мужем и женой. И мы начали общаться как друзья. Я сказал, когда-то мне Бог даст хорошую жену, и обязательно я хочу своих детей иметь. И я хотел бы усыновить двое детей. И она говорит, ты знаешь, у меня та же самая мысль была. Ну и мы сразу закрыли этот разговор. И когда мы женились, это было уже лет 8 назад, Бог дал нам чудесного ребенка. И мы сразу же вернулись к этой мечте, которая у нас была еще год назад, как мы только познакомились. И мы планировали усыновить маленького ребенка, но случилось так, что буквально мы оформлять все начали. И документы нам никаких не дали, потому что этого ребенка забрала бабушка. Но мы не отчаялись. И однажды в нашу семью попал чудесный ребенок. Это была Виктория, ей было 12 лет. Мне в это время было только 28 лет. И шаг за шагом так случилось, что мы ее усыновили. Это там в Америке или в Украине? Здесь в Украине. В Украине. И также мы снова начали жить своей хорошей жизнью. У нас два ребенка, наших два ребенка. И буквально полгода назад моя жена подошла ко мне и говорит, я чувствую, что пришло время. И мы начали снова молиться. Мы пошли в детский дом, службы разные. И нам показали в тарафе одного ребенка, говорят, слушайте, он даже на вас похож. Ну и уже третий месяц в нашей семье появился. Третий ребенок это Давид. Так что планируем еще свои детей и все-таки, наверное, не два приемных. А еще будем усыновлять, но снова как нам позволит Бог. Так что, слава Господу. Мы об этом еще дальше поговорим. Скажите о своем детстве лично. Какое оно было, где проходило и что вы видели в этом детстве? Детство было не идеальное. Я даже скажу нехорошее детство. Но все-таки я благодарю Бога. Потому что это детство, то, что я не получил, может быть, в детстве я могу сегодня отдавать людям. Как вы уже сегодня сказали, что я руковожу организацией, которые именно работают с такими детьми. Когда мне было... Когда вообще я был... Моя мать была беременна мной. Это был восьмой месяц. Мой отец попал в тюрьму через некоторые ситуации. Я родился, можно сказать, без отца. Когда мне было три года, отец вернулся из тюрьмы. И через буквально через два года, мне было пять лет, родители снова развелись. Я жил один с мамой. Мама обещала, что вся жизнь она посвящает мне. Я буду ее любимый ребенок. И она начала воспитывать. Это было плохо, кстати. Я хотел бы даже обратиться к родителям всем, не делать этого. Она начала воспитывать такого эгоиста. И когда мне было 11 лет, в нашу семью пришел отчим. И у нас отношения не получились. Но буквально через пару месяцев мама принесла свидетельство о браке. И она просто сказала, это будет твой отец. У нас были конфликты. У меня было и, грубо говоря, прямо даже сказать, покушение. Чуть не убить его. Мстить ему за это. И моя мама, она работала в этот момент в ресторане. Она каждый день... Двое, наверное, работала. Да, с 9 утра до 12 ночи меня воспитывала улица. А что вы можете сказать о своей матери? И также я знаю, что у вас есть два брата. Да. Моя мама, она была любящая. Она есть любящая матерь. Она старалась все делать для меня. Но, может быть, была ошибка, не имея права осуждать ее. Но ошибка все-таки была в том, что она думала, что работая, зарабатывая деньги, и мы хорошо на этот момент жили. Она показывает свою материнскую любовь. Все для любимого сына. Но у меня не было отношений. У меня не было общения. И у меня брата, второй от отчима, это тот, который умер, кстати, когда мне было... Ну, 4 года они не прожили, он покончил жизнь самоубийством. И второй брат у меня, как вы заметили, он от отца, который живет сейчас в Америке. Мать была хорошей. И она есть хорошим человеком. Просто делала некоторые ошибки, которые я сейчас, как отец, стараюсь в своей жизни этого не делать. В снотке, как я уже сказал, то, что было нехорошее в прошлом, оно мне сейчас помогает. То есть деньги не всегда являются вот помощью, да, самому ребенку, когда мама, она пыталась всеми силами заработать их, да? А для вас-то это было незначимо? Для вас нужно было... Главное общение. Сто процентов. Сто процентов. Я даже такой момент быстро скажу. Мы однажды поехали в детский приют, и один парень с такой, ну, очень крутой семьи, который повез свои вещи, которые стоили тысячи. И я помню детей спросил в детском приюте, говорю, ну, вы желаете своим детям такого будущего, как у вас есть? Они говорят, нет, конечно, нет. Мы возвращались назад, этот парень, подросток, 17 лет, говорит, я хотел бы пригласить тебя в ресторан, и мы начали общаться. Он говорит, ты спросил сегодня детей такой вопрос, что вы желаете. Ты знаешь, я также не желаю. Мне родители дают все, деньги, хорошее образование, но своим детям я не желаю такой жизни, потому что главное это общение. Вот вы вспомнили уже за школу, за приют. Расскажите, как ваше обучение было на школьном скамье? Я был нехорошим учеником, я был таким шутом в школе. Может быть, из-за этого я был шутом, из-за этого, может быть, что не было общения в семье, принятия в семье, и я старался это принятие получить в школе. Я был какой-то организатор хороший, я был шут, но я был ужасный ученик. Я мог себе позволить через невоспитание, через это, потому что было отсутствие матери, такое социальное и отсутствие полное отца. Я был невоспитан, я мог хамить, говорить плохие слова своим учителям. Я учился не очень хорошо. 10-11 класс, я уже начал как-то задумываться, нужно что-то делать, потому что у меня была мечта попасть на телевидение, я хотел стать известным. Но такие были мечты. И для того, чтобы поступить, мне сказали, нужно знать литературу, язык, историю. Я начал учить, и я хорошо закончил некоторые предметы. Но в один момент, когда я поступил, если вы уже спросили за учебу, я поступил на режиссерский отдел, и когда мне в школе говорили, да ты шо, ты клоун, ты в жизни ничего не получишь, ты никто, то когда я поступил, в этот момент в моей жизни что-то другое пришло. Другие люди, которые начали по-другому ко мне уже обращаться, говорили, что ты можешь что-то сделать, ты будешь делать историю. Начали верить. Я закончил, да, с красным дипломом, потом я поступил в университет на экономический отдел менеджмент, я закончил на красный диплом. Сейчас я за пару шагов от магистра богословия также хорошие оценки. Тоже обучение хорошее. Так что, ну, снова-таки, какой итог, когда плохие люди в твоей жизни начинают просто говорить нехорошие слова, ты начинаешь верить в это. Интересно, вот я знаю, что в анкете вы указали, что вы являетесь чемпионом по забегу на 3 километра в Волынской области. Было такое. Когда вы это успели и является ли спорт частью вашей жизни? Об этом стоит наговорить, потому что сейчас я вообще не в спорте, мне даже скажешь, я не спортсмен, но было, да, в хорошем и, как я сказал, в плохом, в хорошем детстве, это был 10-11 класс. Я большой, кстати, плюс был из-за этого, потому что моя мать, хотя и не было отношений со мной хороших, но она всегда учила, Сергей, алкоголь и курение, это плохо. Я видел, когда мой отчим, он повесился, из-за чего, потому что алкоголь. Мой отец попал в тюрьму, потому что алкоголь, семья распадается, потому что алкоголь. И я в эти даже в своей жизни, в плохом детстве, я не употреблял этого, ну были, конечно, свои прогрехи, но из-за этого, что я не курил, как-то вел чистый образ жизни. То есть вам еще удавалось заниматься спортом? Да, я занимался немного бегом и 3 километра я, получается, 10-11 класс я первый был, который дал хороший результат. А как учителя относились? Сейчас следует об этом, потому что... Когда вы выиграли, давайте поговорим, когда вы выиграли забег на 3 километра, вы знаете, что у вас отношение с учителями было не очень. Как они потом начали относиться с учителями? Я скажу никак, потому что из-за непринятия, из-за этого, что я показал плохие вещи в своей жизни, я думаю, что я не мог заработать хороший авторитет. Даже когда я закончил школу, все равно даже было, что директор школы однажды она встретила моего брата, говорит, а я уже на это время был руководителем организации, человек, который уже посетил много стран, и Америка, и Европа, и много стран, который уже выучил несколько языков, английский, польский, шведский, немного знаю. И она даже спросила, говорит, ну как там Сергей, брат, говорит, ну идеально, она сразу разорвала разговор, и она не поверяла даже ему, потому что у них остался такой... То есть такое вот влияние было, да, и люди уже вот с этой призмой относятся к вам, да? Но я сам был виноват, да, было такое, потому что я сам виноват. А что вы вот рекомендуете вот именно в школе, как себя вести сейчас, чтобы зарекомендовать для учителей себя не просто какого-то вот правильного парня-консерватора, а действительно интересного, спокойного, живого человека? Быть человеком, не пытаться что-то доказать, не думать, что я буду учиться, да, там зарабатывай пятерки, четверки, или там по 12-бальной системе там восьмерки, десятки, чтобы доказать кому-то, или то, что просят, потому что это тебе нужно. Как ни крути, говорят, ну образование-то не сильно важно, ну сейчас надо иметь какие-то знакомства, блаты. Ну как ни крути, хорошие предприятия, хорошая компания не нуждаются в умных людях. Может быть даже оценки твои не так важны, но все-таки оценка-то есть результат твоего ума. Умные люди учиться и не показывать свой бунт или какую-то агрессию там, где нужно получать знания, там, где нужно получать что-то хорошее. То же самое, что я делал в семье, там, где нужно было принимать любовь, я пытался наоборот показывать какое-то ожесточение. Все зависит от нас. Какие советы вы помните лично от матери? Я думаю, вы ближе с ней общались, чем с отчим. Я ближе начал общаться, когда отчим умер. У нас были хорошие отношения до 11 лет, потом я просто мстил им, я делал плохие вещи. Хотя при этом самое интересное было, что я всегда любил своего младшего брата. Я до сегодняшнего дня помогаю ему, ну и матерью, понятно, но я эгоист, все-таки все равно я думал о себе. То же самое, что вы спросили о школе, что делать. Я думаю о себе, я буду кому-то мстить, я на злость делаю. А как лично пришло вот это понимание, да? И вот понимание, когда я начал сам себе говорить, смотря в зеркало, простые вещи, Сергей, ну ты же сам неправ, ты виноват. Я начал смотреть на жизнь моего брата, что она может так же, не то что закончится, продолжаться, как у меня. И я начал поддерживать, я начал то возмещать, что я не дал матери. Я уже своих 15-16 лет понял, хорошо, может быть, я не получаю внимания о любви, но у меня есть мозги, у меня есть же так же что-то хорошее в себе, я буду отдавать, если я не получил. Я начал просто отдавать любовь, отношения хорошие. Совет вы спросили, советы она всегда говорила мне, да, даже может быть в бегах с этой работы, Сергей, оставайся человеком. Хотелось бы сегодня поднять очень интересную тему. Я думаю, эта тема понравится нашим друзьям, телезрителям, и я думаю, вы очень хорошо с ней разбираетесь, потому что у вас есть организация почти в 25 городах, поэтому тема это сиротство. О том, почему так много сирот на территории Украины, мы поговорим с нашим гостем после маленького перерыва, через мгновение вернемся к нам в студию телеканала «Надия». В эфире на телеканале «Надия» молодежная программа в центре внимания. Мы, как всегда, продолжаем искать успешных личностей, которые заявили, что их успех всецело зависит от Бога. С нами в гостях Сергей Семенюк. Ну что ж, Сергей, хотим вернуться к нашему все-таки вопросу. Странно, но почему так много сирот в Украине? Как вы думаете? Я думаю, сиротство – это проблема не только Украины. Сиротство – это проблема там, где родители начинают заниматься другими вещами. Поиск зарабатывания денег, проблемы – это все знают, наркотики, алкоголизм. Я думаю, это основная проблема, потому что родители перестали быть родителями. Я думаю, также одна из проблем – это, может быть, сегодня нам нужно услышать, мне нужно услышать, вам, каждому телезрителю – проблема и в нас. Потому что мы много начали уделять. Мы уделяем многое. Это хорошо. Сиротам, детям. Мы уделяем много времени людям в больницах, людям, которые проблемы, ограничения какие-то физические. Но сегодня мало организаций или мало сфер, или людей, которые занимаются воспитанием родителей. И, кстати, у нас при центре «Мы плюс» мы начали заниматься, у нас есть международный центр отцовства, мы также начали очень серьезно заниматься этим. Расскажите о «Мы плюс» организации, как вы ее основали и основные идеи вашей работы. Хорошо, коротко могу объяснить. Это был 2003 год. И вот перед этим я уже начал заниматься в работе, увлеченном быть с детьми. Это воскресная школа, это также разные проекты, лагеря. И в 2003 году как-то Бог вложил в мое сердце начать лагерь. Мы начали детский лагерь, где было 100 детей, 25 лидеров, сотрудников лагеря. И после этого лагеря это было где-то 70% детей далеко не церковных, не христиан, далекие от Бога. И в этом лагере они начали задумываться над чем-то. И после этого лагеря мы поняли, что ну а куда дальше, куда отправлять? В специальную школу христианскую для детей. И Бог вложил в сердце начать молодежную организацию, клуб такой, который сейчас имеет название «Мы плюс». И очень, снова-таки кратко сказать, это организация, которая включает в себя клубную работу. Это организация разных кружков, несколько. Это разные кружки, то те, которые на сегодняшний день интересны подростками. Это может быть школа гитары, школа фотографа, драм-кружки, разные. То, что нравится подростку в его регионе, это важный момент. Потому что то, что в Луцке может быть… Учитывая культуру на регионе. Да, учитывая культуру. Также оно включает в себя социальные проекты. Если взять какие-то международные или городские проекты, это, например, «Сделаем город чистым», то в Луцке наша организация старается быть задействована в этом. Разные проекты, как я уже сказал, социальные. Это организация лагерей для детей, для молодежи, для подростков. В этом году, кстати, у нас и будет лагерь и семейный, о чем я уже говорил, это работа с родителями. Это детский, это молодежный. Также это организация, чем мы занимаемся. Мы возим детей за границу. Это Швеция, Голландия. Да, Швеция, Голландия. В этом году мы хотим с Министерством социальной политики, уже были какие-то прежние переговоры, мы будем уверены в этом организовать лагерь в Норвегии для переселенцев с Востока в Норвегию. Что означает аббревиатура ваша «Мы плюс»? «Мы плюс» мы расшифруем. Кстати, каждый начинает по-своему. Мне это нравится, что мы в «плюсе». И мы то, что додаем к себе. Например, мы начали организовать «Сум плюс» было несколько кружков, несколько людей, несколько каких-то проектов, а мы плюс. Мы плюс это. Школа фотографов, мы плюс какие-то лагеря, мы плюс центр отцовства, мы плюс мы додаем. Потому что человек, который что-то делает, и делает этого блага людей, и делает это во имя Господа, оно все время додается, умножается. То есть, одной из основной, наверное, вашей задачи это преобразование города, культуры, преобразование молодежи. Самая основная задача – это ввести ко Христу. Сто процентов. Тот, кто действительно меняет личность. Сто процентов. Спасибо. Я знаю, что у вас есть, можно сказать, вы удочерили двух дочек. Сын и дочь, извиняюсь. Сын и дочь, да. А почему не конкретно, например, сыновья? С ними не легче или легче? Как думаете? Снова-таки вы сегодня сказали, да, такой момент, что все-таки Господь за всем стоит, как Бог распорядиться. И у меня так же было, просто как Бог дал. Мы не планировали, да, усыновлять именно Викторию, но она как-то попала в нашу семью. И 12 лет. Кате моей жене получала, сколько было? 23 года. Мне 28 лет, даже 27. И 12 лет ребенок. Как-то сам Бог вел. Так же с Давидом, так же как-то сам Бог. Кого он дает мы этого? И принимаем нашу семью, и как своего ребенка. Они даже похожи на нас. Сын — это копия, я с моей женой. И люди удивляются. Очень интересует, как можно обеспечить вот таких детей будущее. И вот как сделать это правильно, и чтобы потом эти дети вам на шею не вылезли? Что вы думаете? Правильное воспитание подразумевает под собой это общение с ними, это показать пример на своей жизни, как ты, да. Даже тему мы сегодня подняли, тему Христа. Чтобы дети в твоей жизни видели Христа, чтобы они... Снова-таки, возвращаясь к моей мысли, быть человеком. Когда ты настоящий, ребенок смотрит на тебя, он хочет быть таким же настоящим. То есть он видит ваши ошибки, да? Сто процентов. И вы, бывает, даже и признаете перед ним, что... Сто процентов. Мы общаемся, да. Так же любовью, когда ты берешь любовью. У нас в семье мы это используем. Это любовь, это правильное отношение. Мы общаемся как со своими друзьями, мы считаемся с их пожеланиями. Даже маленького ребенка мы спрашиваем, что ты будешь. Дать каким-то образом понять этому ребенку, что вы наравне в общении. Вот скажите, как правильно настраивать с ними контакт? Через общение, имея терпение. Потому что, если говорить о детях, которых мы усыновляем, если мы подняли эту тему, это терпение там очень важное. Потому что ты хочешь, да, даже у нас сейчас ситуация. Мы знаем, что наша Лена, она воспитанный ребенок. Она, да, мамочка, да, папочка. Пожалуйста. Давид, он другой, он только пришел в семье. Давайте увидим, Лена, это родная ваша дочь? Родная, да, биологическая дочь. Они все родные биологически, будем говорить. Давид и Виктория. И Виктория, да, мы усыновили. И они все понимают. То есть на контакт идут спокойно, без проблем. Все дети, я не только говорю, они понимают. Мы иногда думаем, ну, ребенок не понимает, он маленький. Они понимают, они иногда хитрят. Поэтому общаться и иметь терпение. Потому что, и тоже понимаешь, что есть дети, которые они сразу могут уловить какую-то мысль. Есть дети, которым нужно время. Поэтому родителям нужно подождать, не спешить, не делать выводы, ну, все, поставить хрест на этом человеке или ребенке. Но он такой, там, как-то не наш. А вот мне интересно, как ощущение Виктории и Давида, когда они вливаются вот в новую семью. Есть еще один ребенок. И вот, ну, вот нет какой-то конкуренции. Вот больше любви им, больше любви тому Давиду или Виктории. Нет такого у вас? Хороший вопрос. Это задача уже родителей. И я общаюсь с своей женой. Я иногда что-то делаю, какие-то трюки психологические. Сразу ей на английском, чтобы я не помню, говорю, это психология. Потому что я, мы даже было, нам отдали Давида. Расскажите, расскажите нам. Мы взяли даже Давида. Мы не брали опекунство. Мы усыновляли. То есть это наш ребенок. Моя фамилия, власти нам ничего не платят, не дают. И нам надо было его одеть. От нижнего белья, извините, полностью до верхнего. Мы пошли в магазин, и мы понимаем, что, ну, это основа-таки это психология. Мы понимаем, что Лене нужно что-то купить. Хотя у Лены все есть. Также общением, если я с сыном провел целый день, я где-то ездил. И вечером дочь легла возле меня, она встала, и сын лег на ее место. То я не сделаю, что, мол, Давид, уйди, Лена, или наоборот, его ограничь. Я говорю, Давидик, и ты объясняешь, снова-таки общение. Давид, ты уже провел со мной день, ты ложишься с этой стороны, здесь Леночка. Или потом уже, если начинает какой-то мини-конфликт, я хочу здесь. Я уже Лене, Лена, ты постарше, на ухо ей. Давай ляжешь, потом все нормально. Мы сделали это общение. Чувствовать атмосферу. Чувствовать атмосферу, общаться. Если ты что-то покупаешь, вместе покупать. Если комплимент, если у нас Лена, она чемпионка, у нее уже золото, она гимнастка. И если мы Лену хвалим, и Давид где-то в стороне ребенка, который в жизни ничего, может быть, еще не видел. Я говорю, а Давид какой классный. Я что-то тоже на ходу не придумываю, а нахожу, чтобы... Главное, говорить это искренне. Да, да, и не думать, что, ну, 4 года он не понимает, мы сейчас Лену поднимем, будем друзьям рассказывать. Давид, он малый, не понимает, а он стоит, он все-таки себя чувствует, но я в стороне, уже Лена звезда, поэтому его надо понять тоже. Как вас хватает на это все? У вас мы плюс, у вас много молодежи, у вас свои дети, у вас еще, между прочим, и съемки, я знаю, вы ездите по городам, еще и за границей. Как это все успевать? Замечать всех, как это возможно? Две важные вещи, которые желаю всем. Когда у тебя есть Бог, и ты с Ним сотрудничаешь. И второй момент, когда у тебя спутник жизни, спутник жизни, извиняюсь, это твоя жена, которая поддерживает служение. Она может помочь, она может, да, закрыть тебе дыры, как говорят в кавычках, которые ты не можешь там возместить. И мне помогает сильно, что жена, она полностью поддерживает служение, она реальный помощник, о котором говорит Библия. И также Бог дает силы. Ну и снова-таки это такой практический момент, да, не супердуховный. Это правильное планирование. Вот хотел спросить вас, что вы думаете о том, как лично Господь влияет в воспитании подобных детей, детей, которые вот не видели вот любви, настоящей отцовской любви? Во-первых, Бог дал обещание, да, и утверждение, я есть Бог, сирот и вдов. Он есть, да, тот, который будет помогать. Он главный, можно сказать, над ними. Второе, как Бог помогает, Он есть Творец, да. Бог Творец, который сотворил нас, сотворил этих детей, и Он переживает, может быть, даже больше. Я даже понимаю, что мой Бог, Он больше переживает за моих детей, как я переживаю. Поэтому Он иногда обличает меня через Дух Святой. И Он учит меня, Он усмиряет меня, Он дает мне терпение, Он дает любовь. В этом задействован 100% Бог. Почему? Потому что Он Творец этого. Не потому что какая-то у него функция специальная, его главная функция, Он Отец, Он Творец. Так же, как Он есть Бог брака, да, когда мы говорим о муже, о жене, Бог есть также и воспитание сирот. Сам Он в сущности, сущностью является любовь. Любовь и быть отцом, да. Он не может просто не любить, потому что Он является сущностью. А где есть любовь, не может быть одной личностью, там три личности. Слава Господу. Вы знаете, вот я заметил, что вы говорите об этом, как правильно воспитывать, как относиться к этим детям. И я могу сказать одним словом, что это действительно глубокая жертвенность. Вы знаете, я вспоминаю сразу момент о матери Терезе. Она всегда ассоциировалась с милостью. И вот когда один журналист, который приехал в Калькутту, наблюдал за ней, он увидел, давайте прямо скажем, увидел ее ноги. Они были очень скрученные такие. И когда он подошел к ее напарницам спросить, а почему у нее такое? И она говорит, напарница говорит, только лишь потому, что она, видя кого-то босса, отдает свои красоты и берет его. А они всегда бывают маленькие. Вот сжимает пальцы. И он, понимаете, насколько сильная жертвенность. Когда ты видишь Божьего, ты отдаешь все, лишь бы показать, что в тебе живет Христос. Очень интересует, Сергей, как вы думаете, вот бывает ли в нашей христианской жизни, что человек часто себя чувствует сиротой? Хотя вроде бы встретился с Богом, принял крещение водное, ты ходишь в церковь, служишь, но что-то пустое. Ты сирота, и ты не понимаешь, почему, и что происходит. Как вы лично находите для себя выход и, может, что-то вы рекомендуете другим? Я даже скажу на моем примере отношения моих и матери, когда мы сами виноваты, когда мы не принимаем это отцовство. Так же, как взять мать, она изначально есть твоя мать, которая дал жизнь. Так же Бог изначально дал тебе жизнь. Он сделал уже все, что нужно для тебя, да, Он послал своего сына, Он назвал тебя своим ребенком, любимым ребенком. Наша проблема, одна из проблем, это то, что мы не принимаем. Вторая, когда мы живем своей жизнью. Мы, да, снова-таки это похоже, как в нашей семье обычной. Я как будто в этой семье, но у меня свое мнение, у меня на все есть свои ответы. Так же в духовной, да, сфере. Что, ну, я хожу в церковь, но у меня есть свои мысли. То, что мне проповедник или пастор говорит, но у меня свое мнение. Снова-таки мы не принимаем. Для этого, чтобы принять отцовство, для этого, чтобы мои дети приняли мое отцовство, иногда нужно сказать, я свои мысли оставлю за дверью. У меня есть родители, которые немного больше прожили. Так же и у нас. Я немного оставлю свои мысли. Я просто, да, и покаяние. Как мы принимаем? Верой. Я оставляю свои, может быть, умозаключения, какой-то опыт, свою жизнь. Я перестаю думать, какой я был плохой. Я понимаю, что жертва Иисуса, она все сделала. Так же это, принимая верой. Я оставляю свои какие-то обиды, непонимания, неверия, может быть, ну, как он отцом станет уже где-то там на небесах. Просто верой принять. Он мой отец, и он желает это нам дать. Потому что он есть отец в его природе. Проблема в нас, когда мы не принимаем. Имея это, так же, как и спасение, оно есть, но мы не принимаем. Вот, Сергей, глядя на вашу жизнь, сейчас вы очень успешный человек. Человек, который может завоевать любого молодого человека для того, чтобы, ну, завоевать для Христа. И вы делаете это умело, правильно, искренне. Скажите, пожалуйста, вот глядя на все прошлое, которое было, отношения с родителями, сейчас у вас немножко все наладилось, уже все лучше. Скажите, пожалуйста, вы счастливы в своей жизни? Конечно. И что именно придает вам счастье? Счастье в том, что я вижу результат, я вижу мою семью, когда она счастлива. Я вижу то, что, может быть, я не получил, о чем я уже сегодня несколько раз говорил. Я сегодня могу это получать благодаря Богу, благодаря моей семье, да, моей жене, не моим детям. Я могу отдавать то, что я не получил. И я благодарен за жизнь, которая была у меня когда-то. И я даже скажу такую мысль. У каждого из нас есть своя история, но уже проблема или вопрос, как мы будем пользоваться этой историей. Или я начну брать жалость, я бедный, несчастный, вот терпите, у меня не было отца, у меня не было воспитания, вот я буду свою агрессию показывать, ненависть, любите меня, даже в церквях есть такие люди. Или я возьму свою историю, то, что я не получил, а дам другим. Слава Господу. И скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность задать Богу один вопрос, как бы он звучал? У вас есть только один вопрос. Я бы, наверное, спросил, сколько у меня еще времени, чтобы я еще больше успел сделать для него? Чтобы больше успели послужить людям. Слава Господу. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы были сегодня у нас в программе «Центр внимания». Я думаю, телезрители получили хорошие советы. Пусть Господь вас благословит, вашу семью, ваших детей, вашу организацию, служение. И самое основное, от всего телеканала «Надии», от всей команды, хотим пожелать вам, чтобы Иисус Христос всегда был центр вашей жизни. Спасибо большое. Приятного аппетита. Дорогие телезрители, желаем также вам прекрасной недели и, как всегда, новых успехов и побед над своим характером. И помните, что Господь призывает нас к чистой, непорочной жизни. Он передал нам через апостола Якова слова. Чистое, непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. До скорой встречи на телеканале «Надия». Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»